При совершении мольбы, дуа, необходимо духовно очиститься покаянием истигфаром перед молитвой. Что нужно сделать? Истигфар нужно сделать. Астагуфур Аллах, астагуфур Аллах, астагуфур Аллах, астагуфур Аллах. То есть попросить у Аллаха прощение за те грехи и какие-то ошибки, которые мы совершали. Наш пророк, санал-славом, по некоторым ревайотам в день по 70 раз сделал истигфар. То есть просил у Аллаха прощение по 70 раз в день. Это пророк. А что уже говорить о нас, о простых людях, да ведь? Поэтому вообще-то в течение дня много раз надо делать истихфар, особенно перед дуа. Истихфар это как бы духовное очищение, то есть ты очищаешься от этих грехов, и иншаллах примет этот истихфар. Затем в качестве заступника необходимо прочесть молитву за пророка. Салават, то есть являющийся молитвой, всегда принимаемый творцом. Что? Салават. Аллаху ма салли аля Мухаммад, аля аля Мухаммад. Эта молитва, она уже принята Аллахом. Но ведь Аллах ее принял. Мы знаем, нашему пророку Аллах барракат это все дал. Его и его потомство, его умные. Аллах уже принял эту молитву. Поэтому она принимаемая молитва. И в конце мольбы вновь необходимо прочесть салават. Дело в том, что молитва дуа, совершенная между двумя принимаемыми молитвами, тоже будет принята. То есть ты делаешь две принятые молитвы, а между ними читаешь свою молитву. То есть просишь свое. И то, что между двумя принятыми, твои истования тоже будут приняты в итоге. То есть, значит, делаем что? Вначале делаем истихфар. Асталфу Аллаху. Просим Аллаха прощения за наши грехи. Потом читаем салават нашему пророку. Потом аузу бисмиллях говорим. Потому что бисмиллях тоже притягивает милость Аллаха. Потом просим у Аллаха то, что мы хотим. Делаем дуа. То, что нам надо. И в конце снова читаем, что? Салават нашему пророку. Вот это вот самые такие, значит, условия. Самые такие важные условия. Кроме того, нужно бизахрил гайб. То есть совершать дуа за него в тайне. Заочно. Да. То есть делать дуа, тут же был вопрос какой? Какая самая лучшая дуа одного мусульманина по отношению к другому мусульманину? Говорит заочно, то есть в тайне. Не крича, не объявляй, а? Делаешь за него дуа. Даже он не знает это. Да ведь? Такие дуа Аллах принимает. Потому что они искренние. А также обращаться к Аллаху известными дуа, известными молитвами, упомянутыми в хадисах и в Коране. Потому что эти дуа Аллах сам нас научил. А если ты будешь делать дуа, темы дуа, которые Аллах сам научил в хадисах и в Коране, то, конечно же, они будут более принимаемыми. Да ведь? Например, обращаться к Аллаху с такими содержательными молитвами, как Первое это хадис, а второе это аят из Корана. Все мы его знаем, все мы его читаем в конце намаза перед саламом, после салавата. Вот такие вот примеры тут сказаны. Такие вот дуа очень много, которые из хадисов, из аятов, их читать. И выражать мольбу искренне, покорно от всего сердца. И после совершения намаза, особенно после утреннего намаза, то есть, получается, после намаза дуа принимается, особенно после утреннего намаза, а также в благословенных местах, особенно в мечетях. А также в пятничные дни, особенно в час, который является тайным, неизвестным принятием мольбы. То есть, есть такой час, есть такое время, когда мы говорим час, это не обязательно час 60 минут, это время какое-то, да? В пятницу, в день джума, когда Аллах принимает дуа, саат и джаба называется, час принятия дуа. Этот час Аллах скрыл, он неизвестен. Но мы знаем то, что в день пятницы, да? А пятница начинается когда? Четверг вечером, да. Как заходит солнце, так начинается пятница. И до следующего захода солнца получается джума. Вот в этот промежуток получается саат и джаба. Есть какой-то час, когда Аллах принимает дуа. Значит, получается, да, вот этот час, если не поймает человек, то, что он попросит, Аллах это дает, отвечает. А также в священные три месяца, раджаб, шабан и рамадан. Особенно в благословенные ночи, такие как ля-ля-туль-кадр, ля-ля-туль-эмирач и так далее, да? А также месяц рамадан, особенно в ночь и могущество ля-ля-туль-кадр. Если обращаться к Аллаху, выполняя эти условия, то такая просьба, такая дуа близка к принятию, чего с большей надеждой можно ждать от божественной милости, да? Эти все условия, да, получается, если их собрать все вместе, да, и соблюдать, чем больше условий соблюдаешь, тем больше смысла восприятия дуа. О чем больше всего надо допросить? О спасении в ином мире, в охарятии. Это больше всего об этом надо просить, да? Если все будет хорошо в охарятии, то и в этом мире все будет хорошо автоматом. Результат этой принятой просьбы проявится в виде исполнения желаемого. Или в этом мире, или же эта молитва будет принята в отношении охарято и вечной жизни того человека, за которым была совершена молитва. Стало быть, если просьба, молитва, дуа не будет исполнена в желаемом виде, нельзя говорить, что молитва не принялась, а нужно сказать, что она принята в еще лучшем виде.